Всем доброго времени суток, с вами Элиса Рос, мы вернулись в Майнкрафт, друзья. Я тут выяснила, что, оказывается, темный дуб рос у меня вот прямо под носом, поэтому я исправила полы. Вот, немножко увеличила количество полочек. Вроде более-менее все работает, не пойму, делает ли что-то последняя полка или нет, но я смогла зачаровать лопату на эффективность 3. Не знаю, возможно, можно как-то еще больше это сделать. Перетащила пока кровать, и сегодня я хочу заняться... Сейчас я вам покажу, чем. Короче, как вы видите, я снесла абсолютно все, что у меня здесь было для того, чтобы сделать новую ферму. Хочу попробовать ферму автоматическую, чтобы все само собой собиралось. Я подумала, что мне уже не нужен тростник. Просто зачем он нужен, кроме как для тортика и для полок? У меня тростника достаточно, у меня недостаточно коров. И кожи не хватает, поэтому я пока развожу коров неторопливо. И буду делать сегодня ферму. Я, естественно, уже увидела, то есть увидела, как это сделать, поэтому я буду действовать по известной всем технологии с поршнями и электричеством, хотя я об этом ничего не понимаю. Я очень-очень с трудом во всем этом разбираюсь. Короче, я хочу сделать пока для начала для пшенички отдельно и для картошки, редиски и чего-то такого. Или свеклы. Свекла, по-моему, да? Да, у меня семена свеклы есть. Короче, мы сейчас будем этим всем заниматься. Верх я пока... Ну, как видите, я пока дом не стала доделать. Я пока бросила это дело. Хочу заняться садом, потому что, честно признаться, мне по большому счету вообще плевать, как выглядит мой дом. Я пыталась его сделать красивым, но на самом деле мне абсолютно все равно. Ну, поехали. Давайте сделаем 4 в ширину. У меня как раз я 8 поршней сделала. Ну, вот так, по 6 в ширину. Если что, можно потом будет расширить. Хотя я не уверена. Надо будет проверить, сколько вообще вода вместо занимает, как бы. А, достает. А, ну все тогда это, наверное, идеально будет, да? Раз, так. И вот здесь также рядом прокопаем. Честно говоря, я, говорю, увидела у Пьюдика, как он сделал эту ферму. Я поняла, что это самый простой вариант. А еще самый простой вариант взять жителя из деревни. Своровать его и принести сюда. Вот тут надо все еще сделать, чтобы тут была земля. Правильно? А то растишный чертаж не будет. Повсюду ледяные блоки. Конечно, место... Место холодное. Место холодное, но, надеюсь, это мне не помешает сделать ферму. Честное слово. Я потому что не знаю, как это должно работать вообще. И будет ли это нормально работать. Мне бы хотелось, чтобы у меня все получилось. Потому что я даже не понимаю, как вообще, как поршни работают. И они, когда появились, я просто сделала вид, что их не существует. Потому что не въехало, как с ними работать надо. И да, я поставила спаун-поинт в доме. Я думала, что так нельзя, но, оказывается, так можно. Поэтому теперь у меня спаун-поинт в доме. И самое главное, когда я буду делать ремонт, об этом не забыть, чтобы внезапно я не появлялась внутри пола или типа того. Потому что иначе ничего хорошего из этого не получится. Слушайте, действительно, если мы сюда притащим жителя, но единственная будет проблема. Мне нужно вспомнить, где находится деревня и построить вагонетку. Потому что сам он, ну, как бы, на привязи он со мной не пойдет. По собственной доброй воле. Поэтому нужно его докатить каким-то макаром до дома. Хотя бы вот три жителя украсть. Пускай они тут пополняют семена, правильно? Смысл нам этим заниматься, этой черной работой. А я за это не буду их убивать, как бы. По-моему, это отлично. На одну, получается, грядку, четыре сундука, верно? А что-то нужно еще, какая-то воронка нужна, вот эта вот. Оу, серьезно, женщина? А что так, а что так, а что так много ты хочешь? Не слишком ли? Да хрена, ну ладно. Господи, сколько всего надо сделать, ты представляешь? Ладно, пока с одним хотя бы попробуем. Что сейчас-то? Сейчас, давайте хоть с одним. Мне надо, чтобы они были изначально открыты. Верно. То есть они должны быть открыты. И поршни. И мы нажимаем на рычаг, и поршни закрываются. И вода течет. Потом мы их поднимаем обратно, и вода больше не течет. Какого хрена? Я поняла, хорошо, я посплю. Это типа так меня спать ласково позвали? Ясно, хорошо, я сплю, все в порядке. Так, я даже челку уберу, потому что мыслительный процесс очень тяжелый. Что теперь мне надо? Мне надо теперь, чтобы они все по рычагу поднимались вверх. Так, черт подери, это сделать. Так, вопрос, конечно, интересный. Я не понимаю. Как заставить вас работать? Короче, я потратила уже огромное количество времени, пока пытаюсь понять, как это заставить это все работать. И, наконец-то, кажется, пришла какая-то мысль в голову. Господи, очень бы хотелось. Я уже, наверное, 30 минут сижу, никак не могу въехать. Как бы мне это сделать? Это нормальное состояние, чтобы вы понимали. Абсолютно нормальное мое состояние, не понимая, что происходит. Поэтому, надеюсь, что все-таки сейчас я поняла верно, что, 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 что будет. Короче, я почти придумала, как это сделать с липкими поршнями. Но я не хочу использовать липкие поршни. Хотя, если я не пойму, что делать, я в итоге так и начну. И буду использовать липкие поршни. Потому что, если мне не придет в голову, как это сделать, то это будет единственный наш шанс, скажу я вам. Возможно, мне эти штуки нужны. Но я не уверена. Я сделаю обе. И мы подумаем, куда катится наша жизнь. Потому что... Я уже дня два, наверное. Мне кажется, если я буду выводить систему в ту сторону, то, наверное, все, что я делаю, это полная ерунда. Потому что... Мне надо как-то вывести отсюда электричество. Если честно, я пыталась подсмотреть каких-то видосов, как это сделать. Ни хрена не понимаю. Потому что... Все предлагают какие-то суперсложные системы. Типа, я не хочу такого уж совсем. Тем временем, спустя час, я все еще не понимаю, что я делаю. Ага. Короче, я почти, да почти поняла, как работает редстоун. Почти. Это так сложно, просто кошмар. Так. И шо? И что я делаю? И я беру редстоун. Ни хрена не понимаю, что я делаю. Но я очень стараюсь. Это считается же. Вывожу вот сюда. Сюда. Наконец-то. Господи. Не прошло пяти лет. Боже мой. Они начали двигаться. Господи. Ладно. Ладно, вот такое счастье. Просто это такое счастье. Это такое счастье. Только теперь их надо закрыть. Ну хорошо, если я сделаю вот так, вода будет держаться на этом уровне. Мне это же и нужно, верно? То есть, если я сделаю вот так, то я смогу это закрыть. Но вот это не смогу закрыть. А вот эти штуки тоже, да, не встают так, как мне надо. То есть, они все равно... А, они действительно ничего не ломают. Ты посмотри. То есть, большие блоки ломают. А вот эти полублоки почему-то нет. Ферма, это самое страшное пока что я делала. Боже мой. Какие там монстры, я вас умоляю. Ферма. Ферму сделай. А ты ферму сделал? И я такая, типа, чпоньк. И все идеально. А, это уже все. То есть, вот тут уже прям все. Хорошо, значит, здесь должны быть воронки. О боже, неужели я могу их поставить? Вот так должны находиться сундуки, чтобы оно работало, что ли? Просто, может, я глупо и неправильно расположила воронки. Давай редстоуна набросаем. Этого достаточно. И проверим. Фоньк. Опа. Опа. Ага. Ага. Заработала. Я думала, что у меня голова треснет. Пока-то что? Пока все хорошо. Пока все просто идеально. И осталось только одну доделать. Грядку. И считайте все. Вы представляете, я этим полтора часа занимаюсь. Когда стоишь далеко от кровати, он говорит, вы не можете уснуть. Потому что вы стоите далеко от кровати. Я сразу вспоминаю Sims, где это не помеха для Сима. Он может поспать где угодно. Идеально. Единственное, что оно может замерзать. Вода может замерзать. Вода может замерзать. Поэтому надо... Пока не будем напрягаться вообще, я думаю, по этому поводу. Пока давайте хотя бы доделаем остатки. Четыре воронки и все. И счастье. Счастье во всем мире. Я думаю, что пока что я такой вот забор сделаю. Один. На одной грядке. Просто если я сюда приведу товарища работника, то я бы хотела удостовериться, что он отсюда не уйдет. Все видосы, кстати, которые я видела, про то, как вообще все это сделать автоматическую, все, естественно, говорят про то, что там нужен чувачок, который будет за тебя заниматься сельским хозяйством. Поэтому мне нужен чувачок. Так, короче, мне надо будет поднимать чувака здесь. Похоже на то. Да, если бы я только знала, как это будет работать. И будет ли это работать вообще? Ну, как-то вот так. Энергорельсы, я тоже помню, строила все это. Да не помню только ничего. Окей, я посплю, и мы займемся этим. Ну что, идем за пленником? Господи, я ужасный человек. По-моему, нам туда, короче. Я не уверена, но по-моему. Хорошо, спаун туда. Значит, деревня тоже. А, вот и деревня. Ага. Угу. Так, ну что, мои хорошие, кто хочет со мной? Выбора у вас все равно нет, поэтому... Так, так, так. Пацаны. Ой. А ты клевый. Окей. Ну что, друг мой, ты готов? Я понимаю, что ты тоже удивлен тому, что происходит. Типа, в каком смысле ты меня забрала? И это был мой дом. Я знаю, что это был твой дом. Теперь я твой господин. Я господин твоей вселенной теперь, ясно? Мне кажется, он так удивлен, типа... Типа, женщина, а что вы делаете? Так, ладно, ты пока тут потусусь, а я просто быстро сейчас расчищу путь. Ладно? Вот так. Ты не отвлекайся, ты домой больше все равно не вернешься. Представляешь, чем я вынуждена из-за тебя заниматься? Ерундой. Ты двигай, двигай. Лодку садись, садись. Ну... А что, сразу-то нельзя было так? О! Хо-хо! Посадила. Великолепно! Просто великолепно. Что я творю просто? Что я? Что я вытворяю? Я украла человека. И совершенно беспрепятственно везу его домой. Ах, мама родная, мне же его совсем наверх надо достать. О боже, пускай его никто не убьет. Потому что путь долг и страшен был. Посиди в лодке. Притворись лодкой, тебя никто не убьет. Не смей его трогать! Сел прямо с ним в лодку. Я реально не ожидал такого поворота событий. Не издавай такие звуки. Я пытаюсь понять, как это сделать. Но это не так уж просто. Не надо хмыкать. О, как сложно. Когда же он окажется уже наверху и займется своей работой. Представляешь, что это будет самый счастливый момент во всем этом ролике. Знаешь что, друг мой? Только попробуй не доехать до верха. Надо будет тебе просто сесть в эту вагонетку. Хорошо? Давай. 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 Куда? Нет, нет. Да куда? Ты очень сильно меня бесишь. Я думаю, что его все-таки можно посадить в вагонетку. Только мне надо, знаете, что сделать? Сделать так, чтобы у него не было выхода. Как сесть в вагонетку. Звучит, конечно, странненько. Да. Я знаю. Ну что ж. Наша бесконечная операция должна подойти к концу сейчас. Ибо, матерь божья, как задолбал этот местный мирный житель. Прямо здесь на выходе у меня будет стоять лодка, чтобы этот ублюдок слез и сел прямо в мать его лодку. Ох, нет. Гад. О, господи. За что он так со мной? Я что, была с ним груба? Надеюсь, ты будешь более сговорчивым. Надо повсюду натыкать лодок, короче, чтобы он не мог уйти. Тот просто слишком долго ждал. Понимаешь, он пришел, он подумал, что я его в гости привезла, мне кажется, предыдущей. И обиделся, когда ничего не произошло, что я его две ночи держала на улице. В холоде, в голоде. А он такой, мол, мы же так не договаривались. Все, мы почти дома, не переживай. Тебе у меня понравится. Был в пустыне, поживешь теперь в горах. Круто же. Да, это для тебя, представляешь? У тебя не будет никакого выбора, кроме как сесть в чертову баганетку. Ты должен прокатиться на этой адской карусели. Компренде! Братан, ты готов? Да, 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 да. Ты хочешь вылезти? Я же знаю. Тебе хочется туда. Ты хочешь в эту вагонетку. Очень сильно. Он уехал наверх! Сядь в лодку. Сядь в любую из лодок. Какая тебе больше нравится, в такую сядь, хорошо? Сядь в лодку. Система доставки сработала идеально. Мы почти доставили тебя, братан. Почти сделали это. Вагонеточка, пупсичек. Немножко вагонеточки на дорожку. Давай! Давай! Давай в вагонетку, лезь! Лезь в вагонетку! Лезь! Ты засунешься у меня в эту вагонетку? Пожалуйста! У меня больше нет нервов. Нету! Слышишь меня? Тебе что, козочки нравятся? Давай, блин, мать твою, садись! Сядь! Ну что за кусок бимбецила, а? Давай. 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 Давай! Сядь! Господи, я что зря все это... Действительно, я думаю абсолютно так же, братан. Я спокойна. Я спокойна, как слон просто. Все в порядке. Этот придурок просто, просто дошел в итоге сам. Но рисковать же я не могла, потому что он мог в рвануть в другую сторону и все. И что я сделаю? Нихренаж? Нихренаж? Вау! Скажи, вот это горки, да? Хааа. Хааа. А я чё говорю? Давай. Давай. Нет, вагонетка! My fucking god Почему он делает Почему ты просто Сатана воплоти Ты что не можешь сесть на вагонетку Как это было задумано Ты у меня доедешь до своего рабочего места Во что бы мне это не Чего бы мне мать его Это не стоило Ты просто больше да все Все Ты просто Пожалуйста Попади домой пожалуйста Вагонетка 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 Да Да Это было самое сложное испытание В моей черт возьми жизни Но лучше же так чем Тебе кто то на голову упадет Верно Я же тебя пытаюсь защитить Тебе же тут понравится Я не знаю Но выбора у него все равно нет Поэтому ему 100% тут понравится Надеюсь ты поменяешь профессию И станешь фермером Видимо пока он не станет Фермером То пока ничего не получится Но Я надеюсь вам понравилось Эта серия Это было страдание Боль Много непонятных вещей Заумных Поэтому надеюсь Что мой друг Вы мне расскажете Может быть как превратить его в фермера Чтобы он начал Заниматься Мать твою Хоть чем-нибудь Правда Если у вас есть хоть какая-то идея Расскажите Как я могу с ним торговать Типа какую стройку предлагаете Можно какой-нибудь Может просто забор сделать Но боюсь что забор то он умеет открывать Он же не настолько тупой Хотя я не знаю Я не знаю Ладно ребят Напишите пожалуйста в комментариях Что по этому поводу Все Ну думаете И конечно же Подскажите Что делать дальше Но мы с вами увидимся в других роликах Не забывайте подписываться на мой Стрим канал На мой инстаграм Также отдельное спасибо Спонсорам канала За то что спонсируют И помогают мне Ну а мы с вами увидимся В других роликах Пока